8 июня в зале администрации района было проведено выездное совещание по вопросам развития малых форм хозяйствования. В работе совещания приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Республики Адыгея Дамирет Худ, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений, фермеры района. Всего на повестку дня было вынесено 4 вопроса, а именно Преимущества создания и меры государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развития сельскохозяйственного потребительского кооператива на примере СПСК «Молочные реки». По третьему вопросу выступил начальник отдела экономического анализа и реализации государственных программ Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея Абрекшо-Ожу. Он подробно рассказал об условиях предоставления грантов «Агростартап» и грантов на развитие семейных ферм в 2021 году. Сначала по грантам «Агростартап». Что это такое? Это средства из бюджета, которые перечисляются предпринимателям на развитие, на создание и развитие крестьянского хозяйства. Кто может получить грант «Агростартап»? Это главы крестьянских хозяйств или индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство или переработка сельскохозяйственной продукции, зарегистрированной в текущем году на сельской территории. Грант предоставляется на конкурсной основе, решение о предоставлении гранта вносит специально созданная конкурсная комиссия. При предоставлении документов на получение гранта, прежде чем регистрировать предпринимательство, заявитель может подать документы как физлицо, собрать весь пакет документов, подать. Если решение комиссии будет положительным, после этого в течение 30 дней человек регистрирует КФХ или ИП и предоставляет соответствующую выписку в Министерство следственного хозяйства. Критерии и требования для участия в конкурсе. Первое, если я перечислю кратко все эти критерии, участие в конкурсе не должен быть зарегистрирован в текущем финансовом году, как я уже сказал, на сельской территории Республики Адыгея. Участник конкурса в течение года до даты регистрации хозяйства не являлся КФХ или ИП, то есть не занимался предпринимательской деятельностью. Участник конкурса должна отсутствовать задолженность по налогам и сборам, превышающая 10 тысяч рублей. То есть в пределах 10 тысяч, если есть задолженность, то к конкурсу допускается такая поврежденность. Участник конкурса не должен являться получателем бюджетных средств на те же цели, на которые он подготовил свой бизнес-план для участия в конкурсе. Также участие конкурса не должен являться получателем субсидий, грантов, других средств финансовой поддержки в течение последних пяти лет. Информацию о кредитных продуктах и услугах, предлагаемых АО «Россельхозбанк», представили заместитель директора и начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса адыгейского регионального филиала АО «Россельхозбанк». АО «Россельхозбанк»